Минздрав! Минздрав! Да здравствует Минздрав! Ожидаем настроение улучшение, Ожидаем расширение сознания! Удовольствие теперь не преступление, И, конечно же, улучшится питание! А мы бросаем скуки вызов, Потому что потому, Нас теперь из-за сюрпризов Не посадят всех в тюрьму. Мы бросаем пить бухашку, Сигареты ни к чему, Мы сегодня дружно тунем, Как один проголосуем за веселую страну. Минздрав! Минздрав! Да здравствует Минздрав! Вы себе, наверное, слабо представляете Украинские масштабы потребления. Депутаты, вы же часто принимаете! Разрешите и простому населению, В Украине непростое положение. Алкоголь приносит людям лишь страдания. Мы согласны с министерством предложения. Алкоголь поборет только наркомания. А мы бросаем скуки вызов, Потому что потому, Наплевать нам на безвизы, Любим мы свою страну. Да старбайтеры вернутся, И на нас и даже Крымь. Все вернутся, как увидят, Все вернутся, как учуют, Канаплиста, сладкий дым. Туризм! Туризм! Да здравствует Туризм! Представляете, какие улучшения, В повседневной жизни нашей намечаются. Люди будут все в хорошем настроении, В пенсионном и сабете улыбаются. Пенсионная реформа отменяется, Потому что она тупо неприкольная. Кофе-шопы вместо ЖЭКов открываются, И веселая линейка будет школьная. А мы бросаем скуки вызов, И, наверное, потому, Мы в ЕС идем с девизом, За огранную страну. В них посеем мы пшеницу, И на рожь ведем аксиз. Мистер Раб за щечевицей, На полях за зеленица. Стрелистика сюрприз! 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 Да здравствует сюрприз! И эта песня тоже вызов, А поем мы в ней о том, Если ведь веселье близок, Надо действовать с умом. Пусть министры дальше чудят, Но мы все за здравый смысл. Может, кто еще предложит, Может, тот, чего покажет. Да здравствует сюрприз! 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 Да здравствует сюрприз! 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 Страна большой сюрприз! Дизель шоу! В Украине главная примета того, Что пришла весна, Это когда по реках, на льдинах, Начинают плыть рыбаки. Итак, представьте, Наша любимая семейка Откололась на льдине. Молодец, Сашенька! Научил ребенка ловить рыбу, да? Вик, все нормально, Я все контролирую. Вот, сыночек, Именно после этой фразы Ты у нас и появился. Да не переживайте вы, Не утонем мы. То, что такое, Как ты, не тонет, Это понятно. Я за сына переживаю. Че? А че за него переживать? Сына, у меня для тебя хорошая новость. Завтра в школу не идешь. Пап, завтра воскресенье. И послезавтра Тоже не идешь. Мне холодно. Холодно тебе, сынок? Давай, Сила, Сейчас разогреемся. Поиграем слова. Идиот! Так, нам на Т. Тупица. Нам на А. Дебил. Нет, дебил на А не подходит. В данном случае Очень-то же подходит, Саша. Ой. Я в туалет хочу. Сыночек, Ну потерпи немножечко. На улице холодно, А у тебя может замерзнуть поплавок. Сына, че ты маму слушаешь? У мамы-то поплавка нет. У нее ж там садок. Ничего у тебя за минуту не замерзнет. Папка вон как-то, помню, три часа голый на льдине проспал и ничего. Вот именно, уже год как ничего. Чего? Сейчас приедем домой, я тебе покажу свое ничего. Ты вначале домой доберись. Что вы обычно делаете, когда вас на льдине с мужиками уносят, а? Водку пьем. А кроме этого? Коньяк. А кроме этого? Ну, конечно же, самогон. Саша, я имею в виду, что вы делаете, чтобы вас спасли. А ты знаешь, у нас как-то чудом после самогона на берег выносят. Да. Ладно. Давай. Самогон? Давай, звони спасателям. Ха, не, Викусь, я спасателям позвонить не могу. Мой номер у них в черном списке. Чего это вдруг? Там ситуация такая была. Короче, откололись мы на льдине с мужиками. Вызвали спасателей. Потом еще одну бригаду. Потом еще одну. Потом у нас водка закончилась. Потом мы вызвали еще одну бригаду. Короче, мы таким способом парализовали всю работу МЧС. Вот меня в черный список и внесли. А может не черный список, а в список придурков? Да нет, точно в черный. О, слышь, Викусь, а давай с твоего телефона позвоним. Да, мы бы позвонили, если бы у меня аккумулятор не сел. А может это у кого-то просто очень слабый аккумулятор? А может быть это просто кто-то снимал 4 часа видео, как он поклевку ждет? Вика, это рыбалка. Тут непонятно, когда рыба клюнет. Да лучше бы тебя кто-то в голову клюнул. А я так хотела на 8 марта поехать в Венецию. А чем тебе сейчас не Венеция? Плывем, отлично. Из Венеции тут только одно совпадение. Гондольер. Вика, ты чего, тут же ребенок. А кто такой гондольер? Гондольер, сыночек, это твой папа. Че сразу гондольер, че гондольер? Мы тогда с кумом грелись. Ой, мне холодно. Ой, сыночек. Давай, согрей ребенка. На, держи. Ты че, дурак что ли? На, растирайся. Саша, снял куртку и дал ребенку. О, сейчас, конечно. Мне-то до одной фляги не хватит. А ну быстро снимай куртку. Че вы за люди такие, а? На. Держи. То есть ты был в двух курточках? Вика, ну я знал, куда я шел. Мы прям как в мультике про мамонтенка. А что там было в мультике? Мамонтенок плыл на льдине, и когда приплыл к берегу, встретил там обезьянку и бегемотиху. Мы, походу, к твоим родственникам, Вика, плывем. А как мамонтенок попал на льдину? Ему морж посоветовал. А вот тут все совпадает. Да я типа морж? Советчик ты моржовый. Ой, че. Люди на берегу бегут. Люди. Спасите. Спасите. Остановились. Ой, а че они матерятся и палками машут? Конечно, непонятно. Саша. Что? Что ты тут уже натворил? Да ничего я тут такого не натворил. Мы просто с кумом продали им просроченный динамит. Они его даже до реки не донесли. У них в селе как бакнуло. Спасите нас. Спасите нас от этого придурка. Викусь, можешь не кричать. Они все контуженные. Пока, идиоты. А я так хотела на теплоходике посмотреть вечерний Киев. Ничего, Викусь. Через часик посмотрим вечернюю Украинку. А под утро глянем утренний Канев. А я хотела в круиз. Круиз. Вопросов ноль. Сына, держим курс на Одессу-маму. Да кому нужно зимой море? А мы как раз к началу сезона туда и доплывем. Заодно лежаки займем. Ну что, на море едем? Пап, я плавки не брал. Ничего, сыночек. Папа мозги не взял и не парится. Что ты начинаешь? По-моему, отлично плывем. Не хуже, чем в пласткартном вагоне. Температура та же, а главное, носками не воняет. Да, только на один квадратный метр пьяных много. Вика, я не пью, я греюсь. Кстати, блин, с вами вообще кошмар. Жарко стало, ужас просто. То есть у тебя было три курточки? Вика, я смотрю, ты в рыбалке вообще нулевая. Вообще мозгов нет. Интересно, а сколько человек может прожить без еды? Восемь дней. Ты это в школе узнал? Нет, это я узнал, когда ты езжала в санаторий. И оставила нас с папой одних. И я хочу кушать. Кушать? А, кушать, сыно, ты вообще без проблем. Батя ж у тебя добытчик, на, ешь. Саша, мы сырую рыбу есть и будем. Ой, Вика, так как ты готовишь, лучше уже сырую есть. Что? А, а у тебя ж была это, каша. Тихо, стоять. Прикормка, отдай. Отдай сюда. Это каша для леща. Сейчас ты такого леща у меня получишь? Спокойно, Вика. Что ты во всем вечно негатив видишь, я понять не могу. Ну, отлично плывем. Смотри, красота какая, природа. Деревья все голые стоят. Вон, наша льдина. На сердце похоже. А, по-моему, она на задницу похожа. Давай, Саша, звони. Не знаю, делай что-нибудь. Да ладно, ладно, вы что думаете, совсем у вас, папа, дурачок? Ну, не исключено. Так, сейчас, где-то у меня там было. Ага, вот, мясные консервы. Это на черный день. Так, пауэрбэнк для телефона. О, курточка еще одна, надо же. О, вот она, ракетница. А-а-а! А-а-а! Дурак! Вообще мозгов нету. О-о-о! Эй, спасите! Мужики! Мужики! Чего? Мы на льдине откололись. Мы тоже на льдине откололись. Слышите, а вы откуда плывете? Мы из Чернигово. О-о-о! Прикольно. Слушай, а куда? В Одессу! О-о-о! Попутчики! Так, надо грести быстрее, потому что они наши лежаки позанимают. Молодец, Саша! Класс! Классное путешествие! А чем тебе не нравится путешествие? Плыви себе, наслаждайся. О-о-о! Наслаждайся! А я хотела all-inclusive. All-inclusive? Не вопрос. Сегодня в нашем баре водочка, самогон, спирт, а в ресторане рыбный день. Я так отдыхать не хочу. А как ты хочешь? Как на Титанике, что ли? Да! Я хотела, как на Титанике, вот так постоять, а не вот так! Вика, чё тебе надо формулировать свои желания и отправлять их во Вселенную? Иди в баню! О, видишь, ты постоянно это формулируешь, а потом ещё удивляйся, почему я в бане пропадаю. Да лучше бы я себе нормального мужа сформулировала. Глаза видели, что брали? Ой, Лёшенька, выглядывай какую-нибудь лодку, которая нас спасёт. Лёшенька, если бы твоя мама у нас с тобой деньги не забирала, у нас своя лодка была бы. Из пивных бутылок. Это не важно. О, смотрите, лодка! Спасите! Помогите! Тихо! Тихо! Вы что, с ума посходили, что ли? Это же Рыбнадзор! И что? Как это что? У нас щука на три килограмма с икрой. Тебе дороже рыбы или мы, семья? Вика! Они нам такой штраф бояют, что мы с тобой на день жить будем! А по-моему, это кто-то другой. Доброго дня! Такси! Это что, прикол такой? Не, это бизнес. Я взагал за этот сезон на год вперед заработаю. Наступного года планирую людей на яхте рятовать. Слышь, братан, сколько будет на баллоне? Косарь. Нифига себе, вы что, вообще уже оборзели? Это дорого! Это против течеи. Хотя можете рятувальников, чекать в них еще дороже. Ну ладно, хорошо, давай мы на почтовой выйдем. Мне пофиг, косарь. Можете сами грести, будет 900. Блин! Слушай, может это? Рыбой возьмешь? Ой, нет, я рыбу с Днепра не ем, я не дурный. У меня від нее кицка сдохла. До речи, чай, кава, капучино. Спасибо, нет. Нет. Короче, до свидания, греби отсюда. До побачення. Капец, сами доберемся. Что значит сами доберемся, Саша? Вика, да расслабься ты, все хорошо. Такой шанс был. Через пару дней будем в Херсонской области. А там такая природа, капец, я тебе говорю, сынок, погуляем, там вот такие наохота. Тебя сейчас убить? Или потом, а? Вика, спокойно. Саинс, я тебя сейчас пристрелю. У всех сейчас на устах скандал с отбором на Евровидение. И, судя по последним песням, следующий отбор на Евровидение будет производить сразу СБУ. Без посредников. Кстати, прослушивания уже начались. Евровидение — это была репетиция перед выборами президента. Неважно, как проголосуют, кого выберет народ, и не факт, что победителей выборов президента не посмотрят на это все и не откажутся работать. Единственный плюс выборов президента — это то, что подсказки кандидатов хорошо засыпаешь вечером. Итак, представьте, женщина впервые решила пойти на голосование и очень волнуется за его результат. Ночь перед выборами! Егор! А, что? Что? Вставай. Что случилось? Как ты вообще можешь спать в такую ночь? А, что? Завтра выходной, секс у нас по средам. Что случилось? Завтра же выборы! Ика, ты не приболела? Спи давай, а! Как ты вообще можешь спать? Завтра такой важный день! Неужто важнее, чем наш день свадьбы? Ну, конечно, важнее, Егор! Завтра вообще самый важный день в жизни каждого сознательного гражданина! Вот и я сознательно хочу поспать в свой выходной. Спи давай, Вика, а! Егор! Что? А за кого мне голосовать? За кого хочешь, за того голосуй. А ты за кого? Я за кого хочу, за того голосую. А я хочу, как ты. А я хочу спать. Спи давай. Ну, Егор! Что? Ну, кого ты хочешь? Только тебя. Я серьезно. Я вот, например, хочу за сильного кандидата. За такого, которого знает и уважает весь мир. Вика, Усик, к сожалению, не баллотируется. Я серьезно. Хочется проголосовать так, чтобы потом не было стыдно. А ты сходи на участок трезвой. Дурачок. Ой, ну я не могу уснуть. Знаешь, что сделай? Мне вот помогает. Ты вот так вот ляжь, глаза закрой, рот закрой, и спи давай. Егор, я так не могу. Ну, почитай там что-нибудь. Ну, е-мое. Ну, хорошо. Программа кандидатов в президенты Юрия... Да про себя почитай, Вика. Тебе вообще неинтересно, каким курсом пойдет наша страна в случае победы этого кандидата? Вика, голосуй, не голосуй, все равно получишь. Егор. Ну, Егор. Что? У меня важный вопрос. Я тебя люблю. Нет, это сейчас не важно. Наблюдатели. Это кто? Наблюдатели, это твои родители, когда мы сексом занимались на старой квартире. Очень смешно. Я серьезно? Вика, ну, наблюдатели, это те, которые наблюдают, чтобы выборы прошли честно. А что, выборы могут проходить нечестно? Вика, спи давай, а? А наблюдатели из России будут? Не, не будут, им запретили въезд. А почему их не пускают? Это не мы их не впускаем, это их оттуда не выпускают. А то вдруг увидят у нас честные выборы, захотят у себя такие провести, а им нельзя. А правда, что в наши выборы могут вмешаться хакеры? Зачем оно им надо? Ну, чтобы повлиять на результаты голосования. Вика, а у нас влияя и не влияя и на результат, все равно результат будет не тот, и выберут не того. А как американцы узнали, что русские вмешались в их выборы? Ты что, не в курсе? Нет. У них же по трем штатам победила Единая Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Серьезно? Да. А в Майами ЛДПР победила. Правда? С большим отрывом. Теперь Жириновский губернатор Майамской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Да ладно! Вика, ты что, вообще во все веришь? Господи! Спи давай! Ну а если все-таки хакеры в наши выборы вмешаются, то что? Да у них лопнет мозг. Почему? Из-за тонкостей нашей системы этой избирательной. Господи, спи давай, Вика, я тебя прошу. У меня последний вопрос. Давай. Последний? Да. Ну? Почему выборы проводят в школе? Да потому что... Дети! Господи! Дети! Что, бабулечка? Вы-то что не спите в три часа ночи? Да я на выбор собираюсь, пока очередей нет, пораньше приду. Участки открываются восемь часов, а сейчас три. Так я на шесть утра пойду, очередь вам займу. Вот проголосуйте. Кстати, вы за кого голосовать будете? не знаю. А я вот буду за самого честного, неподкупного и самого достойного кандидата. Бабушка, это называется против всех. «Егорь». предложила. Подходит ко мне такой, обнял и говорит, Петровна, готовься, все, эти выборы могут стать для тебя последними. Понятно, что я имел в виду? Понятно, вам-то скоро восемьдесят. Что ты такой несешь-то? Диктатор к власти может прийти, и все, а выборов больше не будет. Бабушка, спите давайте, выпейте свои таблеточки и спите. Бабушка, иди спать. Ты спойду. Егор, ну серьезно, ты уже определился, а? Вообще-то у нас тайное голосование, Вика. Вот все время у тебя какие-то тайны от меня. Ну, Егор, ну скажи, кто он? А что сразу он? Я поняла. Это она? А что сразу она? Ну подожди, ну если не он и не она? О! Это что? Ой! Это точно нет, спи давай. А правда, что без прививок нельзя голосовать? да, правда. Приходишь на участок, сразу проверяют манту. Если нету, то делают. А потом на выходе проверяют, если не из-за того проголосовало, то все, манту мочат. спи давай, а? Егор, а почему в Фейсбуке пишут, спрячьте перед выборами бабушкин паспорт? Да это старый прикол, чтоб бабули не проголосовали за коммунистов. Дети, дети! Бабушка, бабушка! Что? Где мой паспорт? Откуда мы знаем, где ваш паспорт? Тем более, зачем он вам в три часа ночи? А мне Андропов приснился. Говорит, ведь, Ронна, будь внимательна, следи за паспортом, а то страна может оказаться в том месте, где сейчас твой паспорт. Интересно, что он имел в виду-то, а? Бабульчка, ложись, с утра найдем твой паспорт. Где же он? Егор, а ты не брал бабушкин паспорт? Вика, да отстаньте вы от меня со своим паспортом. Да, забери. То есть Андропов все-таки прав оказался. Ой, Егор, а ты знаешь, что длина бюллетеня превысит один метр? И что? Ничего, просто вспомнила, что нужно купить туалетную бумагу. Ты просто бюллетень в урну не выбрасывай. Ну, ты что, это же бюллетень. Да, согласен, бумажечка жестковатая. Тут еще пишут, что на участок нужно идти со своими ручками. Да, со своими ручками, ножками, со своей головкой. Спи давай, а. А еще пишут про исчезающие чернила. Да лучше бы и кандидаты исчезали, бюллетень бы короче был. Я не знаю. Что ты завелась вообще? Ты перед свадьбой спокойней была. Так там проще, там всего три кандидата было. не понял. Сколько это три? Но по главному параметру победил ты. Понятное дело. Да, готовишь ты лучше. Слушай, Егор, а можно я завтра с тобой в кабинку зайду? Зачем? Вдруг я не смогу определиться. Вика, вообще-то по закону разрешено только одному человеку находиться в кабинке. А помнишь, как мы с тобой в кабинке в одной? Да, было прикольно. Но это же магазин одежды. Здесь нельзя. Почему? Потому что этим будет заниматься все пять лет человек, который победит на этих выборах. Что же мы человека хлеба лишаем-то, а? Слушай, тебе вообще все равно, кто победит? Нет, я просто хочу спать. Да как ты можешь спать? Ты так можешь вообще все проспать. Ты вот завтра утром проснешься, а все, страна уже другая. Если Таиланд, то я не против. Дети, дети, радость, радость, мне Черненко приснился. Говорит, ничего не бойся, Петровна, иди на выборы, и твои внуки будут жить в Союзе. В европейском? Этого не сказал. Сказал только, что газ подешевеет. Серьезно? Да. А сколько раз? В восемь. Вика, все, голосуй за Черненко. Егор! Памочка, вот твой паспорт, кстати. Ой, спасибо. А где он был? В шуфлядке. Барсик в шуфлядку начал гадить. Ну, я тебе, Барсик, Барсик! Чего? Чего? А у вас на работе кто за кого? У нас на работе никто не за кого. У нас на работе работу работают. А после работы? После работы мы все нормальные люди. Пьем пиво, идем домой. А дома? А дома ты мне спать не даешь, какашка малая. А вот у нас на работе все за клоуна. Ну, это понятно. Ты же в цирке работаешь. Вообще, в 2010-м всем коллективом за тюленя проголосовали. Ну, просто дрессировщик сказал, что хочет работать только с тюленем. Дурак твой, дрессировщик. О-о-о! Хо! 44 кандидата! Ничего себе! А правда, что они все по 2,5 миллиона принесли? Да, правда. Ого! Слушай, а если они такие честные, то откуда у них такие деньжища, а? Это же ночь риторических вопросов, что ли? А залог возвращается? Да, возвращается, если проходишь во второй тур. Если нет, то все, деньги идут в бюджет. Так может, надо их всех подряд регистрировать? Так они так и сделали! Спи давай! Дети! Дети! Ну что, бабулечка? Приснился! Приснился! Кто на этот раз? Горбачев, Громыко, Суслов? Так вот именно не знаю я его. Маленький такой. Чернявый. Голос у него такой низкий. Скрипучий такой голос у него. И что сказал бабулечка? Не поняла. В какой-то женский квартал меня звал? Сутенер, что ли? Мабушка, иди спать. Вика, верни ей старые таблетки, новые вообще не действуют. Егор! Что? А вот после выборов газ подорожает или подешевеет? Только подорожает. А если победит пророссийский кандидат? Хоть прогазовый. В этой стране, чтобы подешевел газ, нужно добывать его в этой стране. Понимаешь? Как ты тут? Фу, Егор! Ты как? Я вообще-то отечественный производитель, меня надо поддерживать. дурак! Егор! Поспи давай! Я не могу! Да что ты вообще завелась? Ты же вообще никогда в жизни не голосовала! Вот видишь, какой бардак в стране из-за меня! Мне так стыдно уже за свои последние 10 лет! Виколь, Виколь, слушай, ну, давай, ложись спать, завтра проснешься и решишь, за кого голосовать, а? Давай! Ну, а если я не за того проголосую? Ну, значит, пойдешь, переголосуешь, пока 14 дней не прошло. Я серьезно. Ну, а вдруг я не пойду голосовать, а другие придут и выберут не того? А у нас по-любому выберут не того. Когда у нас выбирали того? Я серьезно. Вдруг совсем не того, который вообще всем-всем-всем не понравится. Егор, ты что, спишь? Тебе что, все равно, Егор? Ну, хватит спать, Егор! Ну, хватит спать, Егор! За кого голосовать? А? Голосуй, не голосуй, не голосуй, Двухметровый бюллетень, сорок чем-то кандидатов. Голосуй, Миллионы, Голосуй, не голосуй, 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 Голосуй. Все равно, приходит старость, Прихватил радикулит, И давление подскочило, Деда-белочка скрутила, В остальном все, как и было. Голосуй, не голосуй, Но нам надо выбирать, Хоть политика и гадость, Кто-то должен управлять, Чтоб страна не разбежалась, За кого голосовать? Каждый верим разберется, Кто за честность, Кто за гордость, Кто за сердце, Кто за совесть. За толпами гады, Врач! АПЛОДИСМЕНТЫ Дизель-шоу 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 Дай водички Вы так похудели Вы знаете, вам СИЗО пошло на пользу Может вы там два раза в неделю туда будете ездить? Дизель-шоу 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 Ладно, разберёмся потом. Таня, зайди. Это кто? Это наш новый секретарь Антон. Подожди, а где Таня? А я её уволила. За что? А было за что. Припёрлась на работу в таком же платье, как у меня. Понятно. Антон, принеси мне кофе. У нас нет обычного кофе. У нас есть латте, капучино, мокко. Есть просека. У нас нет слова нет. У нас есть слово. Бегом принёс мне водки! Ё-моё. Сейчас мы разберёмся. Ну-ка, сдрысни отседова. Кстати, что за плакаты по всему городу расклеены? Что-то к нам приезжает какая-то шняга. Леди Гага. Это певица такая. Нахрена она вообще здесь нужна? Э! Ты кто такой? Егор Григорьевич, здрасте. Забор покрасьте. Ты что здесь делаешь? Шо-шо, педикюру Яне Викторовне. Тебе красит ногти директор благоустрию? А что он должен красить? Да что угодно. Но только на улице. Не, на улице Яне Викторовне холодно. Так, ну-ка, иди давай, крась бордюры. Бордюры лаком, это ж так долго. Иди, я сказал. Так, Яна, ну-ка, рассказывай, чем ты тут ещё занималась, пока меня не было. Ой, вы знаете, столько всего произошло, вы прям область не узнаете. Вот этого я и боюсь. Теперь вся официальная переписка в Телеграм. В Телеграм? Угу. А где акты выполненных работ? Ну, где-где? Яна. В Инстаграме. Подчинённые выкладывают фотографии, проделанные работы. Если мне нравится, я ставлю лайк. Я в шоке. Ты бы ещё ей декларации в Инстаграм выложила. Я так и сделала. Тушь. А вот Паша больше всего лайков набрала. Что? Чаще всего вас лайкали на Бу. А из Бу даже перепост сделали. Чёрт подери. Я чувствую, меня тут после тебя так отлайкают. Подожди. Какое сегодня число? Восьмое. Чёрт. Сегодня же приезжает премьер-министр. А, ничем не приезжает. Я его визит перенесла. Что значит перенесла? Ну, у меня сегодня маникюр и укладка. Да ты понимаешь, какой график у премьер-министра? А вы понимаете, какой график у Кати? Квина полгода вперёд записывается. Ты понимаешь, что это премьер-министр всей страны? Я вас умоляю, они каждые три года меняются. Тем более жену премьер-министра я тоже записала. Катя, мы там все всё обсудим. Так, ладно. Так, надо думать схему. Набери мне начальника полиции. Вот. Алло. Алло. Кто это? Ну, кто-кто? Начальник полиции. Кто это? Кума. Что? Ну, я думала, это традиция такая. Каждый новый губернатор ставит начальником полиции своего кума. У меня кума нет, я куму поставила. Слышишь ты, кума? Ты как вообще собираешься бойцами управлять и командовать? А у нас нет бойцов. У нас в отделении одни бойцыцы. Какие ещё бойцыцы? Ну, женские экипажи. Прислать? Не надо. Да. Что вы тут... Яна Викторовна, эти счета в бухгалтерию или лично вам? Дай сюда! Что за счета? Так, сто дубинок, сто костюмов из латекса. Это что такое? Новая униформа МВД. Постачальник ОАО секс-шоп? Девочки сами выбирали? Ты дура, что ли? А чё вы на меня кричите? Между прочим, сегодня 8 марта. Да его вообще отменить должны. А теперь не отменим. Теперь это официальный праздник нашей области. У нас будет карнавал. Какой ещё карнавал? Ну как же, бойцыцы с дубинками в кожаных костюмчиках выходят. Но я же не для себя стараюсь. Так, чёрт с ними, с этими бойцыцами. Скажи мне, ты с мэром встречалась? Да. Козёл редкостный. Меня не интересует твоё отношение к мэру. Меня интересует, ты с ним встречалась? Да, я с ним встречалась две недели. А чё так долго? Я думала, это любовь. А он женат оказался. Я тебя просил встречаться с ним и узнать, он со мной в контрах или он как бы за меня. Как он относится? Егор Григорьевич, кормилиц родной ты нас. Вот и ответ. Константинович, как вы тут? Что тут? Она мясокомбинат закрыла. Да ты что? Да как ты могла закрыть градообразующее предприятие на тысячи рабочих мест? Теперь у нас веганская область. Веганская область. Так, ладно, разберёмся. Что-то ещё? А ещё? Ещё она. Она, она заправку. Да ладно. Так, всё, я разберусь. Я разберусь. Спасибо за маяк. Ну-ка, расскажи мне поподробней. Что с участком под заправку? Решили фонтан построить. Кто решил? Люди. Какие ещё люди? Наши подписчики в Фейсбуке. С каких это пор люди вообще решают, что строить в их городе? Ты понимаешь, какие люди будут строить эту заправку, если они сюда придут? А, они приходили. И что? Дали кучу денег и попросили решить вопрос. А ты? Решила. Как? Построили фонтан. Подели. О, Господи. Подожди, ты сказал сегодня восьмое число? Восьмое марта. Значит так, сейчас вообще внимательно. Каждый месяц в этот день приходит человек. Приносит сумку. Игорь приходил. Ну, приносил сумку. Где она? Вот, пожалуйста. Где деньги? К нам едет Митя Гага. За три миллиона долларов? Нет, конечно. За два девятьсот. И поэтому у нас будет выступать еще Монатик, Винник и на сдачу дали Полякову. Нахрена? Я тоже думаю, зачем Полякову? Нахрена вообще это все? А, так у меня скоро эти дни... Эти дни? Это теперь у нас тоже официальный праздник? Нет, у меня эти дни... А, дни культуры. Да какая в задницу культура в нашей области? Да я не понимаю, да как же так? Егор Григорьевич, ну вот выпейте и успокойтесь. Аквариум. Здесь стоял аквариум. Где он? Каюсь. Рыбки были голодные, я их покормила бутербродом с икрой, и они сдохли. То ли хлеб был не свежий, то ли икра. Да черт с ними, с твоими рыбками! Там, там, там... Ах, вот. Господи, я уже думал все. Ой, молодец. Подожди, это что? Это не бриллианты? Да нет, конечно, это бижутерия. Мне за этот аквариум всего лишь 100 долларов дали. 20 карат. 20 карат было в аквариуме! Да не было там никаких 20 карат. Там было 5 сомиков, 6 гупий и 8 мяченосцев. О, господи! Ого! Егор Григорьевич, если что, то у вас волос нет. Если бы они были, они были седыми! Ё-моё! Егор Григорьевич, я же вам не сказала самую классную новость! Хватит с меня новостей! Я вашей жене рассказала все о нас! Она с вами развелась и уехала с каким-то мужчиной в Мексику. Подожди, я не могла нас ни одна судья развести без моего присутствия! Обычная судья не могла. А судья – лучшая школьная подруга! Егор Григорьевич, теперь мы с вами будем всегда вместе! У нас будет свадьба! И на свадьбе у нас будет выступать Лидия Гага, Винник, Монатик и Полякова! Ладно, без Поляковой! Егор Григорьевич, вы куда? В тюрьму! Там безопасней! По результатам соцопросов на улицах Киева на выборах президента Украины с существенным отрывом побеждает кандидат «Задолбали все!» На втором месте Каска и Freedom Jazz. Кандидатов в президенты посылают на три буквы, но почему-то они все идут в ЦИК. В этом году Украина установила очередной рекорд – 44 кандидатов в президенты. Такое впечатление, что на регистрацию пришли все подряд. Давайте посмотрим. Да, да, идут и идут. Просто сплошной поток. С такими темпами голосующих на выборах будет меньше, чем кандидатов в президенты. Я тебе серьезно говорю. Один за одним прям. Штабеля. Ой, ладно, не могу говорить. Сейчас. Пока. Здравствуйте, милочки. Здравствуйте. Президенты устраиваются здесь? Здесь подают документы, да. Скажите, а Яша уже подавал? Ну, потому что если Яша да, то и я да. Если Яша нет, то я нет. Какой еще Яша? Значит, не подавал, вы бы его узнали. Ну, так президенты сюда, да? Да, вы правильно попали. Нет, милочка, попадать я не собираю. Я хочу на этом заработать. А почему вы решили, что именно вы должны стать президентом? Ну, так я понял, что все наши идут. А я шо, лох? Ну, и вы послушайте, как будет звучать эта фраза. Встречайте, президент Украины Изя Кальцман. Давайте ваш паспорт. Да, 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 сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста. Нужен наш паспорт. Ну, так это наш. Это я понимаю, а нужен украинский. А, украинский. Украинский. Вот этот, может? А это паспорт Кипра. А нужен украинский. А, шо вы все усложняете? Украинский, украинский. Сейчас поищу. О! Здрасте! С днем святого Валентина! Вообще-то, Март на дворе. Да вы что? О! Черт, смотри, а! Я же не опоздал на президентскую гонку. Подождите, вы тоже президенты? А шо смущает? Ну, хотя бы то, что у вас вряд ли будет два с половиной миллиона. Ну, я-то готов. Это я слышу. Ну, просто, я не понимаю, зачем вам надо в президенты? Почему вы решили, что именно вы должны идти туда? А шо смущает? Ну, то, что вы алкаш. А кто лучший самый знаток политики? Мы вот так с пацанами сядем вечером. Ну, это как раз вот. Только дал первый стаканчик. Сразу говорю, о, все ясно. Этот проворовался, этот еврей, этот уже был президентом. Мне сразу мужики говорят, все, Семенович, тебе надо в президенты. И вот я здесь. Дворовый кот врывается в крысиное логово. Вас так и записать, или это ваша программа? Записывай, Семенович. Вы издеваетесь? Нужна полная фамилия, имя, отчество. А Семенович, это отчество или фамилия? Вам это зачем? Ну, у вас даже программы нет. У меня программа есть. Я хочу, чтобы вот это продавали после 11. Ты не представляешь, сколько людей меня здесь сейчас поддержит. Семенович, 100%. Все. Нашел, нашел. Извините, я здесь стоял. Я дико извиняюсь, у вас не найдется 50 гривен на старт предвыборной кампании. У меня, к сожалению, нету. Но я знаю выход из вашей ситуации. И? Выход вон, да. А, хорошо. Милочка моя. Нашел я ваш украинский паспорт. Я уже заволновался, что его нет. А он оказался в стопке европейских паспортов. Я ж забыл, украинца Европа. Тут написано Иван Кацапенко. Да. А что, нормальная украинская фамилия. Что вам не нравится? Ладно. Сколько вы живете на территории Украины? Один годик. А надо десять. Милочка моя, проживаю я тут 15 лет. Но жизнью я могу назвать только последний годик. Ладно, залог два с половиной миллиона есть? Ну, у Вани Кацапенко, конечно, нет. Но я думаю, язык Айцман что-нибудь придумает. Ага, ага. Здравствуй, Анжелочка. Ты когда деньги вернешь? Ой, что всем деньги, ей деньги, ей деньги. Ой, идите. Туки-туки, здравствуйте. Мне так, чтоб по-быстренькому, а то на работу опаздываю. Значит так, записывайте. Филиппова Анжела Багировна. Подождите, вы тоже собрались в политику? А шо? Раньше была обычная, а сейчас буду политическая. Работы меньше, платят больше. Ну, просто это будет как-то странно, если вы станете президентом. Ой, я вас умоляю. Раньше у народа все отбирали, а я давать буду. Всем и вся. Хорошо. Так, предыдущее место работы. Ну, так, чтоб определенного-то не было. Ладно. А сколько вам лет? Такие вопросы приличным девушкам не задают. А мне 32. Вам не кажется странным, что вы будете в списках кандидатов в президенты? Я вас умоляю. Я там половину из этих списков знаю. У меня и фото, и видео. Столько компроматов. И со мной. И они между друг друга. Кстати, больше всего они это и любят. Ладно, давайте так. Вы от партии или самовыдвиженец? Ой, вы знаете, у нас и партиями с девочками вызывали, и самовыдвижением нас просили заниматься. А как лучше? Ну, лучше от партии. Больше возможностей. Тогда пишите от партии. От какой? Да хрен его знает. Вот так и пишите. Да шучу, шучу. Записывайте. Народный рот. Да не-не-не-не. Рот народа. Вот так пишите. Деньги у вас есть? Да конечно, сколько надо. Два с половиной миллиона. Угу, у вас расценочки. А-а-а, знаете шо, я, наверное, пойду в кабинет министров, может они вас там легализируют. Ага. Шо, деньги принес? На, держи 15 гривен. А-а, а чо так мало? Учись радоваться малому, деточке. Скажите, пожалуйста, а какая окупаемость этой истории? Ну, какая еще окупаемость? Ну как, я вношу два с половиной миллиона. Сколько я с этого получу? Смотрите, если вы выиграете, то вам вернут деньги. А, деньги всех кандидатов 44 умножить. А-а-а. Нет, только ваши. Я понял, эту схему придумали наши. А если я проиграю? Ну тогда деньги уйдут в доход государства. Все понятно. Скажите, а можно я сейчас дам 100 гривен, а остальные после выборов? Ну вам же меньше возвращать. Нет. Ну хорошо, а можно я дам полсуммы и буду президентом половину срока? Мне хватит. Нет, говорю. Ну а можно хотя бы за 100 тысяч вычеркнуть, кого я скажу. Нет, мужчина. Боже, во что превратили такую прекрасную страну? Вечер в хату, начальница. Здорово, Изя. Первый раз вижу этого криминального элемента. Только уголовника нам не хватало. Мы только от одного избавились. А чё сразу уголовник? По вам просто видно. Вот у вас судимости есть. А сколько по конституции надо? Ни одной. У меня чуть больше. На одну. Но зато, зато у меня уже план есть. Вот эта предвыборная программа. Три пункта всего. Значит так. Братве подгоны, ментам винты нарезать. Это первое. Второе. Вор ворует, фраер пашет. Третье. Жизнь игра, свобода козырь. Навеки, от души, ваш кабан. А? То есть, вы хотите вот с этой программой идти в президенты на выборы? Ой, а я с этой программой в такие места заходил, что тебя лучше и не знать. А деньги у вас есть? Если сегодня все выгорит, то завтра будут. Ну так завтра и приходите. А ты дерзкая. Я тебя запомнила. Изя, ну что, оно завтра выгорит? Кабанчик. Так я как раз этот вопрос решаю сейчас. А, да, 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 давай, давай. Скажите, пожалуйста, я здесь услышал, что в этой стране президенту запрещено иметь свой бизнес? Ну, конечно, запрещено законом. А, ну, наверное, зарплата президента миллион долларов в месяц? Ну что вы, 30-40 тысяч гривен. А, абсолютная полнота власти, законы под себя. Нет, парламент у нас главнее. Я понял. В этой стране президент имеет только огромный геморрой, который все активно обсуждают. Что вы мне голову сморожете этим президентством? Я? Да. Пойду, найду страну позговорчивее. Так, пожалуйста. Шалом, батюшка. Воистину шалом. Дочь моя, мне бы... Батюшка, и вы в политику? Просто сейчас в стране такая ситуация. Нам либо сюда, либо сразу в Ростов. А вы с якого патриархата? Чего? В Ростов. Сразу в Ростов. Сразу в Ростов. Добрый вечер. Виктор, и вы тоже в политику? Вы мне так сразу скажите. А Вакарчук точно не? Сказал, что не. И даже документы не приносил и не подавал? Не, не подавал. Ну, тогда так и пишите. Народный президент Виктор Бронюк.